Всем здорова, друзья! Сегодняшний гайд у нас будет посвящен Лине. Заметьте, на 83-й карте, потому что на 85-й карте Лина намного слабее. Ну что ж, давайте посмотрим мои спеллы, какая же она у нас тут на 83-й карте. И, соответственно, покажу вам, что качать, что собирать и, соответственно, геймплей. Поехали! Первый спелл на нашем персонаже это Dragon Slave. Что он у нас делает? В зависимости от уровня прокачки, смотрите, наносит определенный урон. 110, 180, 250, 320 урона раз в 8,5 секунд. Калдаун у нас не меняется. Что же у нас за спелл такой? Смотрите, кастуется вот такая тема. Летит на большое расстояние, соответственно, наносит урон. В принципе, простой спелл, позволяющий жестко харасить энами в мидлайне. Реально, я считаю, один из сильнейших мидеров Лина. Серьезно, если кто так не считает, напишите в комментах, а здесь ты лох. Посмотрели? Теперь поехали на второй спелл. Второй спелл на Лине это у нас стан. Стан, который идет определенное количество времени в зависимости от уровня прокачки. Также наносится попутно дэмэдж. Вся эта тема калдаунится у нас 7 секунд. Смотрите, на первом левеле 120 дэмэджа, 1,6 секунд стан. На втором 160 дэмэджа, 1,9 секунд стан. На третьем 200 дэмэджа, 2,2 секунды стан. И на четвертом 240 дэмэджа и 2 спелл на секунду стан. Очень прикольный спелл, потому что... Потому что он реально прикольный в комбинации с юлом. Ты просто поднимаешь на юл и кастуешь. Но, есть особенность у этого спела. Он кастуется с задержкой. То есть, видите, он работает, в принципе, не сразу. Почему-то у меня арене пишется, но ничего страшного. Ладно. Он кастуется не сразу. И это на самом деле, ну, не знаю. Я не думаю, что это минус. Потому что спелл очень полезный. И, в принципе, в комбинации с первым, со вторым, неплохо дэмэджа выходит. В принципе, поэтому спеллу все. Стан раз в 7 секунд. Который носит дэмэдж. Погнали, третий смотреть спелл. Третий спелл на линии. Это у нас стаки. Стаки, которые вешаются при юзании наших способностей. Будь то ультимейт, дрэгон слэйв или наш стан. Соответственно, смотрите, в чем заключается бонус. На первом левле 40 атаки дает 40 атак спида и 5% момент спида. На втором 55 атак спида, 6 момент спида. На третьем 70 атак спида и 7% момент спида. И на четвертом 85 бонус атак спида и 8% момент спида. Это за один стак. Таких стака можно делать 3. Один стак, в принципе, он перебафывается и висит вся эта тема 10 секунд. Смотрите, прокачиваем. Прокачиваем, даем Т, Д. У нас сейчас стак второго левела. Он висит 10 секунд. Сейчас мы его сделаем третьего левела. Все, смотрите, разница. Лина начинает заряжаться чуть-чуть быстрее. И, соответственно, у нас меняется movement speed. Все довольно-таки просто. Можно этот стак постоянно поддерживать и ходить на таком бусте в movement speed и атак спида. Смотрите, докачаем. И какая у нас будет разница? Смотрите. Лина стала более заряженной, мне кажется, да? Или нет? Стаки упали у нас. Давайте мы сейчас немного отрелоудим. И посмотрим еще раз. Итак, смотрите. Третий левел. Ну, быстро как бьем. Намного быстрее, чем на первом левеле. И, в принципе, movement speed он тоже повышенный. И вот, в принципе, весь бонус, ребят. Просто стак, позволяющий нам намного быстрее перемещаться. Без сапога у нас 366 movement speed. А плюс, если это будет тревела или юл. Ну, в принципе, это будет очень жестко. Что ж, в принципе, посмотрели. Давайте посмотрим теперь на ультимейт. Ультимейт на линии. Это таргетная способность, позволяющая кого-то зашотить. Или, в принципе, просто тубо банально законтрить. Ссылочку в описании оставлю, ребят. Конкретно по аганимам. Посмотрите, что у него делает аганим. И по фишкам доты, соответственно. В фишках доты я обозревал этот ее ультимейт. И вы узнаете очень много нового. Так что, ребят, по ссылочке в описании переходите и чекайте. Ну, а в общем, продолжим разговаривать про ульт. Смотрите, в зависимости от уровня прокачки наносит демидж 450, 675 или 950. В принципе, все просто, да? Но, смотрите, у нас тут есть еще такая особенность. Ультанем давайте. Видели? Такая задержка. И наносится демидж. Вот тут сейчас показано будет. Эту всю тему, в принципе, очень легко закайтить. Но с покупкой аганима, с покупкой аганима у нас увеличится, увеличится каст ренч. Мы будем кастовать ультимейт намного дальше. Плюс, плюс, невозможно будет этот ультимейт заведить. Ну, и, соответственно, добавится чистый урон. Запоминайте, чистый урон, который долбит через БКБ. Да. Вау, просто. Некоторые пишут, у Хускара там физические сопротивления. Почему убивает Лина? Блин, ребят, чистый урон. Вообще пофиг ей. Ей реально пофиг. В принципе, по ее способностям все. Я все рассказал. Переходите по ссылке внизу. Чекайте, что делает ей аганим и, соответственно, все улучшения. Будем играть, ребят, на 83-й карте. Соответственно, я напоминаю еще раз, потому что на 83-й карте Лина намного сильнее. Интересно? Погнали смотреть геймплей. Гоу, ехала. Сколько? 950 мне надо, бро. Мне надо 950. Вот стилит он просто. Надо все стилить тоже, что ли? Как обычно, интересные интрижки, ребят. А что ж я сделаю в этом муви? Смотрите в видосике, ребят. Смогу ли я кого-нибудь застилить? Так, ну забиваем центральную, ребят. Сразу. Сразу забиваем центральную. Не знаю, не хочу пикать первым, потому что в прошлой катке по на контрпикали катка была не очень красивая, но с выигрышем. Ее вы посмотрите после этой игры. Ну кому интересно, реально, ребят, кому интересно. Но катка была такая, знаете, первая катка, сигарная разыгровка. Поэтому вторая катка поехала. Гайд на Лину. И вот, что ж, ждем пока у нас что-то напит... Да что, в принципе, ждать? Гоу. Тут все равно исход будет один. Будем пытаться тащить даже на жестких контрпиках. На жестких контрпиках. В общем, смотрите. Что у нас требуется? Лина это у нас стопроцентный мидер. Стопроцентный. Я говорю, что спрашиваю, возьмем... О, ну сразу нормально, отчего спрашивают. Норм. Норм пишешь. Молодец. А теперь пишем и А, и поехал. В общем, смотрите, ребят. Лина это стопроцентный мидер, который может жестко напрягать эннами мидера. Соответственно, ну, победа просто в кармане, реально. Когда мидер на линии, это победа в кармане, когда ее не сильно контрят, не гангают. Вот, допустим, Скай, если выйдет со мной на мидлейн, с ним будет тяжело стоять, потому что у нее тоже есть нюк, который напрягает. А именно, первый спелл. Первый спелл Скай. Он реально напрягающий. Ну, и Огр берут. Огр тоже контрпик, в принципе. Ну, смотрите, много контроля. Есть раз контроль, два контроля, три контроля на меня уже есть. Ну, это, в принципе, нормально. И что у нас будет прокачиваться? Ребят, будем, соответственно, качать первым, скорее всего, стан. Некр, в принципе, изи. Некр изи. Вот Некр изи, в принципе, можно убивать на линии. Ребят, первое... Что же у меня тут такое-то? Первое, что мы будем качать, это стан. Далее будем выходить 1-1. Потом 3-1 и ультимативная. И потом опять 1. Максис у нас Dragon Slave. Потому что Dragon Slave, ну, реально, очень мощный нюк. 325 дэм... 320 дэмэджа, 85 секунд. Calldown очень неплохо будет напрягать. И вот и все. Нахил. Надо нахил руну взять. Огра, да плевать на Огра. О, нифига, там не собрали. Страдка, комбо-бомбо. У них там через Хукани. Ну, Барат Рум, наверное, будет забирать, пытаться. Я не помню, где тут руна. 83-я карта, ребят, напоминаю, что... А, у нас тут просто... Вот она, найс, понимаю. 83-я карта. На 83-ю карту уже миллион лет не заходил. И абсолютно неинтересно, не играть 83-ю карту, потому что это помойка. Реально, безобидно, это помойка 83-я карта. Так, вот у нас... Гол, 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 гол. Let's go, говорит Балтазар. Тут надо... Давай, стана. Пушь убирает. Вот это, пацана, можно, да? Не, ну, много, слишком хит-поинт. Let's go. Да ты бы еще под Т2 побежал за ним, Баратрум. А чё, а чё, да? Так, не знаете, а чё, а чё, а чё? Нельзя, что ли? Ну, спасибо, он мне сейчас поможет. О, лаги какие-то. Найс. Найс. Разрыв соединения. Можно я сразу разрую соединения? Потому что Баратрум, я так понимаю, хочет у меня тут фарм. Найс. Да давай, пожалуйста, хватит бить крипов. Найс. Давно такой не был. Ну, я не знаю, 83-я карта сулит успех. Когда руну, даже не знаю, где стоит, даже настолько отвык. На 85-й карте даже руна показана, где стоит. Просто все для, все для мажорских игр. Пикнул алхимика, выиграл катку. Ребят, я не помню, есть у меня гайд на алхимика? Да, есть гайд на алхимика. А то я думал еще раз гайд на алхимика написать, потому что на алхимике мне играть нравится. Ой, какой некур. Он пытается добивать, посмотрите. А мы сейчас его будем с третьим левелом тоже прогонять. В принципе, у нас будет это неплохо получаться. А он еще ласт хитить умеет у нас. Это хорошо. Блин, и мне не нравится тычка очень долго. У некра тоже тычка долго, так что 1-1, можно сказать. Так, есть у нас тут вот эта тема. И будем сейчас поливать. Начинать. Прогоняя нашего мидера, эннеми слайна. Выходить будем в ботлик. Через ботлик будем харазить 2 раза быстрее. Вот вам вся страта на дальнейшие мувы в данной игре, ребят. Ну, главное еще не прогуливать крипов. Крипов, как видите, я очень люблю прогуливать. Несмотря на то, что уже вторая катка. Но все, никак не могу привыкнуть к этому дилею. А 83-й карте, как-никак, из грязи в князи, как говорится. Как-никак. Как-никак не все равно подтираться. Хах, шуточка, найс. Молодец, отец. Классно шутишь. Фу. Так крипов пропускать просто. Шарик даже в будке там говорит. Ты что, дурак, что ли? Ты что, дурак? Промах у некра, это плюс мой крим. Хорошо. Ребят, ну что-то некра нужно уже, наверное, личико подравнивать по чуть-чуть. Сейчас будет боттл. Ааа, не будет сейчас боттла. Все, я понял. Любовь она такая. Любовь бывает однажды. Можно погонять его нормально. Так, станом попадаю. Станом попадаю. Еще тычечку бы дать. Хорошо, так как. Хорошо, так как. Флорст просто на момент спиде сейчас догнали. Подзагнобили пацаненка. И хорошо. Получилось все, так сказать, изюмительно, как это говорится. Но возьмем себе сапог и боттл. Сразу. Сапог и боттл. Ой, долгая кура идет, но это как обычно. Плюс она еще не будет апнута до 90 минут, и я ее буду апать. Так, ну дал слейв, не забрал ни одного крипа. Это закон слейва. С лалом плюс. Сразу можно взять. Опа. Добили каталажку, я на плюс морали. На топе у нас тоже ватка. Люблю, если честно, очень люблю Леончика. Леончик очень ватный персонаж. Там Нырубчик у нас умирает. Посмотрите, Нырубает. Жмет карапаз, чтобы тавер отразить тычку. Ну, это овермозглость. Не буду говорить безмозглость, потому что там мозги есть. Вы что? Так, и, наверное, немного можно подразогнаться. Монетка. А это плюс, плюс ультимативное почти, да? Шарик там гавкать. Ребят, хочу очень сильно вардики на мид, но вардики на мид в этой каточке стоит очень дорого. Ой, Нырубчик не выдержал, прибежал мидеру помогать. Ну, спасибо тебе. Бро, привет, как дела? Отлично. Уйди отсюда, нахрен. Ты мне тут не нужен вообще. Только левел мастилишь. Крип вообще катаешься. Ну, мозгов нету, тут крипов никак не забрать. К сожалению. Пошел. Бро, сделал лак. А, это чел, который меня запаривает в инстаграме, сделай мне аккаунт. Открой мне аккаунт. Да, блин, ну просто, рили. Мне нужно создавать почту. Я не хочу почту создавать. Создай почту. Дай мне пароль от почты, и я тебе создам аккаунт. Все, и поехала. Нет никаких проблем. Но он меня просто задалбливает. Откроу аккаунт би. Откроу аккаунт би. Откроу аккаунт би. Откроу аккаунт би. Братан, ты умираешь. Мага. Мага нормальный пацан бил, но его уже нет. Хорошо. Заходит со спины, Вася. Пойдет. Ну, не кролайт залог успеха на мид лейне. Вообще никогда на мид, если не умеешь, ну как, не умеешь, позиционку держать, на некоре, то тут просто в гг. На некре вообще ези отыгрывать. На топе у нас трое, три пацана. Их было четверо. Четыре пацана, там их три. Приходит у нас не кролайт на мид лейн, и сейчас можно будет, в принципе, поставить вардик. У нас есть уже тут руна будет. Поставим вардик. Вот сюда. Давайте поставим бомжатский вард. Ребят, некоторые ребята просят у меня. Раскач би, вардинг би, как би, делат би. А, я так и говорю, ребят би, я не играю 83, от бу и у карт бу. И поэтому, как бы, ну, вот так вот, как-то с вашими вардингами. Ну, подождем, но у него не будет тут варда, по-любому. Вард би. Хорошо би. Побежал би. Побежал би. Тут вардецкого поставим, чтобы не прогуляться. Как бы, подход к руне видно и хорошо. Алло, бро, напиши, я твой стрим не смотрю. Найс. И просит, чтобы я ему открыл аккаунт. Я твой стрим не смотрю, и просит, чтобы я открыл аккаунт. Ну, классика жанра. Ладно, ничего страшного. Какой ультанек, пацанам. На бесплатную ману. Чел просит, чтобы я ему открыл аккаунт, но говорит, я не смотрю твой стрим. Это очень прискорбно. Вот, очень прискорбно, ребят. Я не смотрю твой стрим. О. Попытался, я попытался, но бара даст вижена. Это там крипы просто справятся. Там просто крипы справятся. Ребят, ну, надеюсь, в принципе, тут все понятно по геймплею будет в этой игре. Что мы делаем дальше? Делаем, а гоним. Ой, а гоним. ЕУ. С помощью Юла можно будет убивать в два раза качественнее. Именно поднимаешь на ЕУ, напрягаешь, и все. Швабрик там в негодовании. Шарик в негодовании, ребят. Делаем вот так. Ой, 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 это неправильный фарминг, братан. Еще и крип, у меня что-то буду душить. А, азаба выжил, как некоторые говорят, да? Да ты чё? На Огре еще чел бежит. Ты чё, в дота, что ли? Я за счет моего монспида тут сейчас выруливаю. Успел дать стан. Да хорош! Ну, не попадает пацан, но я тут вот так попробую попасть. Ты чё, в дота, что ли? Хорошо. Возвращаемся на базу, ребят, на исходную позицию, как говорится, в таверну. Вот. Ну, найс. Чисто за счет, видите, с раскачкой третьего спелла даже на двоечку уже восьмой левел. И насколько сильно бустится персонаж просто ливает. Чинза на наш 0-3-0 мидер. Молодец, залог успеха, ребят. Ну, после этой катки смотрите еще одну катку, которую я играл первую, поэтому, как бы, не знаю, я хочу, чтобы вы увидели как можно больше конт-пента, поэтому, поэтому стакаем на себе на базе этот спелл и делаем быстрый стрейф. Братан, я же тебе убью сейчас. А может, поможешь просто бэкстеп отдать? и все. Я даже найксо с руки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А какой ли он левел? 5 левел. О, я тут еще иску вратх. А мне тут смерть. А если станом он не попадет? И убежим. И убежим. 50 хп, я выживаю тут. Хилка. 49 хп осталось. Ну, печалька. Печалька. Ну, что-то я не знаю. Ну, не увидел в последний момент упаскает. Честно, ну, какашка. Какашка. Ладно, АПМ-курьера, потому что мы и теперь это не в состоянии это АП-отделки. Все вот это дело, к сожалению. Ну, ты что, на водоту хотел что ли? Ну, видите, не получилось на водоту. Да бей его. Чего ты боишься на Ныруби? Ну, вот не хватает тычки его просто. Смотрите, и из-за этого Ныруб подставляет сейчас очень сильно Баратрума, хоть и Баратрум тут стопроцентно не умрет, я больше чем уверен, но все равно, вот, ребят, помогайте сразу. Если подписывайтесь на какую-то какашку, то делайте эту какашку вместе, чтобы не было такой, Ти виноват би? Нет, Ти виноват би. То есть, чтобы вот такого, ребят, не было. Поэтому, как бы, ну, как-то так. Всем уважуха, респект, кто смотрит мои видосы, мои комменты, слушай, даунские. Может, где-то и не даунские, может, где-то годные. Так что, ребят, хилимся, живем, шишку, кидай там все дела. Слушайте, тут тавер лох какой, да? Леончик ТП делает. У меня буст тут хороший будет, я убегу тут по-любому, я ж на бусте. Я ж на бусте, братан. Ты шо, ты ж меня тут никогда не догонишь. Вот видите, преимущество, я очень мобильный, нажимаю фазы и просто убегаю, как животное. Аф, 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 или баратрум, муууу, вот просто и тупо убегаю. Весь смысл, весь смысл данного персонажа. Очень мобильный, очень сильный, быстро мобильный интернет. Слушайте, ну это какой-то под сейф года был. Ну, он тут не закинет на меня ничего. У нас своё. Я не знаю, что сейчас произошло. Это какой-то дерьмо. Подхилим себе задницу, пойдём побьём тавер на миде и возвращаемся на свою исходную фидерскую позицию на мидлейн. В общем, ребят, как-то по геймплею вот так, как вы сейчас видите, выигрываем катку на мобильности. Второй я не макшу. Но, ребят, можно лину в четвёрку, в принципе, четвёрка это типа 7 и сап, но это по мне, так это говно. Вот. Но, лина раскрывается именно вот в таких вот файтингах, как вот сейчас вот что-то происходит на карте постоянно. Какие-то драки там, я убегаю куда-то на фейзах. И то есть это круто. Это мне кажется, эта лина намного профитнее, чем обычная мусорная лина, которая фидит 0.28 и просто даёт станы. Просто ещё есть такая вариативность, что можно станом промахнуться. Смотрите, в Next катке. Да, то есть это вот сейчас я подразыгрался, уже раскликался и немного легче играется. Ну, была бы пригенка, было бы прекрасно. О, баратрумчик там бежит. Это хорошо. Это хорошо. Это минус, минус, минус Скувратх. Скуврач. Скайврач. Это минус Скайврач. Как говорил великий Азазбоб. Опа, станчик тут. Вот он. Кукусики. Ну, кому он будет давать стан? Кому будет давать Dragon Slave? Вот такое, домашний. Питомец, наверное. Я не знаю, кто домашний, но, наверное, питомец. Алло, как дела? Ответ, дашь, бро? На, скритуешь, Мортра. Молодец. Дай мне теперь забрать хоть кого-нибудь тут. Да, у нее три удара, три крита, четыре, пять ударов, четыре крита было, ребят. Пять ударов, четыре крита. Это, ну, я не знаю, только везет, так только Джеки Чану, наверное. Я просто человеку написал, братан, дай мне, пожалуйста, мыло. Он мне написал просто мыло, типа, туда, но мне, типа, реально, потом искать его. Мыло, что за мыло, понимаю. Ну, все, я понял, в принципе. Вот это еще сейчас бы в гайде общаться с кем-то. Ну, вот этого я не понимаю, ребят. Мыло, что такое мыло? Мыло, это то, где ты, когда ты моешься, братан. Побежали. Бей его, что ты боишься. Баратров бежит на нашего разъяренного гуля, гуляш. Лоу ХП ультимативную, но это классика. Возвышаем его. А это иллюзия. Ну, кто мог подумать, ребят? Кто мог подумать? Ах ты, стилер. Кто мог подумать? Ну, Найсон в гайде пишет. Молодец. Молодец. Я пишу гайд, и ты всей моей аудитории дал пароль. Так, ну, сейчас не вариант мне вообще на звонок отвечать. Молодец. Красавчик. Теперь беги меняй. Срочно, пока у тебя почту эту не украли. Хотя, кому на фиг нужно? Не понимаю. Но, вот так вот, ребят. Как-то так. Как-то так. Бедный угол. А он просто меня тупо догнать не может. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Ну, нет у меня кнопок. Ой-ёй-ёй. Ой-ёй-ёй. Да что ж такое? Это же замансы. Ой-ёй-ёй. Что замансы? Ну, просто на мувспиде выезжаю. Жалко, что рейдж. Не можем. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Пару тычек. Ну, не дают. Я просто 522 тут бегаю. Просто 522 бегаю под этой, под у, барой. Под, с пылом бары. Я не покупал на себе никакой ингредиент еще. Давайте купим себе огракс. Ну, дабл дэмэдж, ребят. Дабл дэмэдж. Гоуна база сходим и придем. У них там, кстати, некорда вышел. Вот такое. Такое. То есть, ну, вот именно сам геймплей Лины это вот то, что я вот тут сейчас делаю. То есть, это мобильность на вот этой скорости. Ребят, также в профите братья и даггер. В принципе, с даггером можно будет душить очень сильно и напрягать. И напрягать. Эннами. Эннами будут в офиге. В шоке. На самом деле. Подадим нулик, чтобы купить тпшечку. И гауна низ. И гауна низ. Тото. Тото пишет. Так, тото. Найкс башь делает. Тото. А то что? А то то. Побежали, ребят. Бежимся немножко. Поймала, кричем. И ехала. С руки буду просто бить. Ну вот, вот этот стилер. И удаем. Даем стан. Я стилить не буду. Ну, на руку все стилит. Я стилить не буду. Я могу дать что-то. альтимативное просто. Мог просто дать ульту и все, в принципе. И не париться. Но не хочу. Не хочу. Не хочу. Завязывается глиф. Гоу отсюда. Ну, на низ пойдем. На низ пойдем. Что-то миллиона. Семьсот даггер. Неплохо. Даггер это неплохо. Загрин крипов тут. Реген, найс. Обожаю эту руну. У Лины очень большой монопул. Соответственно, реген это просто экселленд для данного персонажа. Монорега это хорошо. Вот так вот. Вот так. Ну, в агане выходим, ребят. Может, до конца. Хорошо. Запинали. А что ты стоишь тут, Пуджик? Пушал бы. Он хочет кого-то убить, но их там и так четыре. Это нужно понимать. Что их четыре, соответственно, никто... Маловероятно, что кто-то выйдет на линию. так просто. Ну, все. На, ты, нафмана, говорит. Поехали. Все, пушаем. Хорошо. Можно по КД сейчас накидывать. Застилем, но мне нужно. Сор. Ишка-ш-хамычка-ш. Понимаю. Ишка-мычка-ш-киш-ш опять пишу. Бро, будет Стреам. Но не сейчас же. Стреам в определенное время у меня идет. Стрим у меня идет каждый вечер в 7 часов 7 в 30. В зависимости от того, в каком мне состоянии, давно ли я пришел с работы. От многих таких факторов зависит. Но стараюсь как можно раньше запустить. Так, у нас есть 950, почти 9675 чистого дэмэджа. И не Аркадий. А кто? А смешно будет, если он зайдет, эту трансляцию будет читать. Вой, в трансляции в гайде будет читать свой. Своё имя, никнейм. Вард стейт. А мне тут смерть просто. Я просто психую в таких моментах, потому что мы на всю игру квадраты Малевича. Конечно, варды, да, очень дорого стоят. Следует, конечно же, сначала сфидить, байбэкнуться, а потом покупать вард. На Огрих. И на ком? На Неруби, на Пудже, на Баратруме. Да, конечно, очень тяжело. А там, пацаны, боже, ну вот я не понимаю, почему поставим такой дисбаланс? Почему эними команды всегда узнают, что такое варды? А у нас варды знает только один игрок. Это я. Это я, мидер, который должен просто убивать всю карту и не тратить деньги на варды эти помойные. Ну, в прошлой в Нэкст игре то же самое будет. Чекайте просто. Так, ну только что тут кто-то зафармил. Опасно очень. Чалька. Надо уходить. Там ли он еще? А, там не ли он? Там он, пацан, на Нэксе. Ну, я не знаю. Я чудом тут выжил. Выжил на самом деле. Сейчас, ребят, потому что от команды тут бы помощи никакой не было. Соответственно, это миллион процентов. Ну, я поставил вард, но будут они сбивать его по-любому. Тут как бы к маме не ходи. Не гадай. Гоу. Еще варды. Специально. Еще варды. Гоу. Мартаретка с маднесом это изи на 83-й карте. Ребят, это просто имба. Маднес на 83-й карте бомбический. Просто. Топчик. Просто топчик. Так, ну, сейчас 16-й апну наконец-то. Пока разгоню лину сейчас до 3-го левела. До 3-го стака, так сказать. До 3-го стака, 4-го левела 3-го спела. Давай-давай, Мартаретка. Все, найс. Сколько там? Есть, хватает. Гоу. Ехала. Сколько? 950. Мне надо, добро. Мне надо 950. Стилит он просто. Надо все стилит тоже, что ли? Неплохо, неплохо. Неплохо. Есть чему поучиться в гайдах, ребят, между прочим. Да, так бывает. Когда прям вот жопа горит с того, что на руб тупо оставляется все на стил. И хочется тоже давать все на стил, но там стоит грип, который мешает тебе застилить. Ладно, ничего страшного, ребят. Все равно мои гайды никто не смотрит, так что я думаю не найдут этот момент. Надеюсь. Спасибо, Пуш, я справляюсь тут сам. Мне твоя халпа не нужна вообще. Даггер надо next, ребят, с даггером будет поинтересней. Задолбил я иншнитов. Пойду на базу схожу. На базу схожу просто. Нэруб фармит, зато у Нэруба сколько там киллов? 8 на 4 у Нэруба, но он просто, он просто тупо стилит. 2 и ультимейт, 2 и ультимейт, все. Конечно, это такое. Но ничего страшного. Ничего страшного, на Руб тоже полезный персонаж. Поэтому, считаю, что ему нужнее. Лучше лагуну в крипа, чем играть в игру. Слушайте, а можно будет хорошей заставочкой сделать начало типа видоса. Да, я так и сделаю. Вырежу этот момент, типа, а что же произойдет дальше? Что же произойдет дальше? Сколько там миллионов тысячи хиппоинтов? Не вижу. Не вижу. Хорошо. Да ты шо? Да ты шо? Ну мне тут гг. Почему пуч? Ну, фуловый пуч. Фуловый пуч стоит. Байбай, конец. Фармит баратру. Все, я понял. Надо держать позиционку. Ну, а они вчетвером, они начали одеваться. Молодец. Наскай, парень. Спасибо баратруму. Ничего страшного. Ну, я сам виноват, на самом деле. И вот еще пацан фармит. Гоу, я тоже буду фармить. Интересно же фармить, ребят. Просто по-мощному. Просто. Зели сели и пофармили. Классно. Интересно играть так, когда фармишь, стоишь просто. На баратруме особенно. Ребят, сделаю гайд на баратрумой. Запоминайте, как надо фармить на баратруме. Идет замес, но вам пофиг. Вы должны ставить фармить. Это норм. Сейчас какой-нибудь челик напишет в комментариях. Ниной, устал уже от твоего нытья. Как лол что стал. Вообще, с лол что меня никогда, вообще никогда, даже с лол что меня не сравнивайте. Те, кто смотрит мои стримы, понимают, о чем я. Ну, и в принципе, видосики в целом, кто смотрит, тот тоже понимает. Ладно. Возвращаемся в игру. Найкс в рейдже убегает с леса. У нас тут стоит Леончик калашматит крипов автоатакой. И ждем мы, конечно, игру в пятером, потому что что-то фармит у нас ныру, что-то баратру фармит. Буш фуловый стоит, ничего не делает. Ну, файтимся тупо с Мартреткой. Мартретка под Аегой была, соответственно, нужен мне даггер. Ребят, мне нужен даггер. Так, пытается у нас тут умереть. Мартретка, но не, это отлично получается. Нужен мне даггер. С даггером будет и поинтереснее. Сейчас бы догнать эту дурочку на скай. Мекку юзает. Опасно. Опасно выглядит. Опасно выглядит. Хорошо. Там угрызается в Найкса у нас. Ой, в Найкса. В баратру манайкс. Коу даггер, ребят. Нафармим просто даггер, потому что без даггера вообще что-то не хочу, ничего делать. Просто даггер нужнейший тут нужнейший даггер будет. Даггер тут нужнейший просто. Свежайший и нужнейший. Свежайший и нужнейший даггер будет сейчас. Вам когда-нибудь хотелось вот так нажать и разорвать соединение? Мне хотелось. Сейчас. Да что ты там вообще? Посмотрите, какой скай там сильный. Сейчас будет даггер, посмотрим, какой скай там сильный. Очень сильный скай попался в С. Одну кнопочку нажимает. Никто ничего не может на него сделать. А сейчас посмотрим с покупкой даггера. Тебе никто не поможет. Можно вообще забайтить в принципе, но нет. Когда стрим. Роберту мы всегда ответим. Роберт свой пацан. Пску брат фармит. Сбиваем даггер. Еще раз сбиваем даггер. Убиваем. Хорошо. Реализовали хорошо. Там он регент забрал, конечно, свинота. Иллюзии реализованы, так сказать. Я считаю, что более чем реализованы, потому что, типа, чуть-чуть проблочил, не дал блинкануться и забрал. Молодец, Озес. Сам не похвалишь, никто не похвалит. А так ты дно, которое не может даже с блинка лтуить ему. Майо. Сейчас бы себя пообсирать на гайде. Пацан пишет гайды, чтобы чему-то научить своих подписчиков, но сидит и сам себя пылесосит. Режи, Иза. На базу сходим и придем. Хорошо. Побежали. Держим стак. Сейчас возьмем. Я не знаю, Вард не хочу брать. Найкс там делает демонедж, но МКБ пытается затарить. Я не знаю, тут будет игра, принимайте обороты жесткие, поэтому, поэтому, поэтому. У нас видите, на рук не играет, не играет Баратрум. Играю я, путь, что-то тоже. Ну, посмотрите, в принципе, пока, когда это тупо стилит, а все остальные просто, Мартредка фармит, бара фармит. Как можно на баре фармить? Объясните, напишите в комментах, как можно фармить на баре. Фармили ли вы когда-нибудь на Баратруме? Интересно ли это? Все, поехали на низ, быстренько запинаем грибчиков, 20 левел почти, как-никак. 20 левел, как-никак. Ребят, некоторые у меня спрашивают еще, как вот эта анимация? Вот, посмотрите, есть вот такая анимация. Вот, стана. Она стоит и ее докастовывает. Как не смотреть эту анимацию? А, допустим, смотрите, я сделаю это через шифт. Вот, смотрите. Видите, она стоит и побежала. Как не смотреть вот эту анимацию? Некоторые спрашивают. У меня не получается, у меня героу анимации смотрит. Посмотрите, даете станы, сразу перекликиваете райт-кликом и бежите. Вот у вас так вот анимация это избивается. Вот и все, весь секрет. Весь секрет данной фишки. Коварды, как обычно, возьмем, чтобы не умирать с моей командой. Пудж у нас идиот. Посмотрите, как страшно. Там скуврата стоит с атосиком, с пылесосиком. Гоу, гоу, гоу. Пудж, ищи. Гав, 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 гав. Фас, как говорит Капон. Ищи. Я сам нашел, спасибо. Я сам нашел, спасибо. Пока путь там найдет в инвизе. Непонимающий. Запинаем крипов и пойдем в Т2. Хорошо. Ская забрали, ребят. Но эта игра поинтереснее. Много они камбэкают, типа. Но это из-за ливера. Опять-таки, ливереет, как говорится. Рупы тут тоже не удержался. Дал стан, чтобы застелить крипов. Привет, бро. А что трансляции нет? Ты играешь. Ну вот. Потому что у тебя пипирка практически 7 сантиметров. Поэтому. Шотко, конечно, шотко. Шотко, ребят, конечно, шотко. Безусловно, шотко. Никого никогда не пытаюсь задеть. Всегда стараюсь всем ответить. Но, видите, как бы писать в игре не очень хочется, но... блинкаут не работает. Не душите. Стан на развороте. Ой, мне тут тоже стан залетает. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Или он продолжает гнаться за Азиасом, а тут надо просто блинкаут. Все. Не вижу смысла. Файтиться. Го. Вот это есть. Там Скай идет. Но если отопьемся, пойдем драться. спокойно. Стан, главное, дать и... Поехала. Скай, тебя убили. А вот это... Вот это заберем еще. Хорошо. Вот так вот со Скайом у нас получается. Вот так вот. Ребята, БКБ. Нет смысла собирать на данном персонаже. На 83-й карте, к сожалению, слетает у нас наш баф скорости атак спида. И это очень плохо. Это просто ультр плохо. Поэтому нежелательно собирать ей БКБ. Но если в крайний случай прям вот стопроцентно победить, если соберете, то да, собирайте. И не могу вам запрещать собирать один из самых нужнейших артефактов в доте. Так что вот так вот, ребят. Чоу. Смотрите, у нас появилась голдишка. И знаете, что мы будем собирать? Да, мы соберем Буризу для красивой заставочки. Мы соберем Буризу. И я вам покажу, как нужно бить с руки. Потому что некоторые не умеют. Ой, какой игре. 1100 хитпоинтов у Леона улетели. Просто страшно, очень страшно. Если бы мы знали, что это, но мы не знаем, что это. Хорошо. Хорошо. Буриза, дух Янон. Все, разгоняем свой персонаж, чтобы побежать как можно быстрее. И будем там найкс из руки просто в стороночке напуливать. У Лины очень, кстати, сильный рейндж атаки. Кто там в комментариях выстричит, что я это не сказал? Я это сказал. Смотрите, 670 дистанция. Очень много. Это очень много. Стандартный мидер имеет обычную 550 или 600, но никак не 670. Поэтому это очень-очень-очень далеко. Ребят, еще бы Линку к этому затару. Просто муа! Экслон Персик, Персик, Вася сладенький, как волосатый попка. Вот, что я несу, дебил. Не понимаю. Осудите. Не, не надо осуждать. Вы что? Не надо осуждать. А здесь, а не надо осуждать. Он нормальный процент. Если Погра рядом не было, я бы потрался. А так Огр рядом и я не хочу драться. Погр рядом и драться я не хочу. Что? Огро теперь. Я разогнанный. Как дела, Огро? Стан, можешь ждать? Не знаю. Не дает. Вот тебе и Буреза. Вот тебе и Буреза. Ну, Огро там контроль потерял просто. Буреза. Дук Янон. Буреза. А что нарисовано на Бурезе вообще, ребят? Вот вы когда-нибудь понимали, что это нарисовано? Что это такое? Вот если попытаться разобрать, что это реально, это непонятно вообще, что это. Гоу. Леона. Я его с руки просто убью. Ах ты, животное. Ну, посмотрите, что делает. Я тут... Ох. Ну, просто, я не знаю. Смотрите, просто тупо не нажимает ничего, максимально старается на стиле играть. Не стилер просто, я так и напишу. Ну, я, мне кажется, тут сделал более чем понятную игру, ребята. Как на этом персонале можно что-либо делать. Nike, ты же сейчас умрешь, посмотри, сколько демиджей по Nike. Понимающий демидж. Понимающий демидж. Хочу еще раз. Надо разогнать, третий, чтобы поливать как можно сильнее. Поливать как можно сильнее. Но снесли мои топ, это радует. Сносим мидлейн. Ну, вот такой вот, наверное, гайдик и закончится на этом. Ребят, рад, рад, что вы меня смотрите. Надеюсь, тот момент с Линой вы не упустите. В меня, в меня, в кого же. Ну, конечно же, в меня же. По-максиму хейтит. А почему именно меня? Почему не Лину, ой, не Лину, там, никакого-нибудь опять прибегает, просто моноберный забирает. Ну, просто посмотрите на него. Домашнее, просто домашний пес какой-то или кто, я не знаю. Ой, я не хочу умирать, я еще очень молодой. Я еще прям молодой-молодого. А на руку, нажмешь что-нибудь, на руку не нажимает. Ребят, ну, в общем, вот такой вот гайд на Лине. Две каточки, смотрите, после этой каточки еще одна будет, но там игра была первая, это второй. Соответственно, это я все равно выложу первой, потому что эта игра немного поинтереснее и, в принципе, тут мув авто, по-принципе, интересных побольше. Ребят, кому понравилось, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Идиас, до скорого. Итак, друзья, идем на центральную на линии. Лина, это очень сильный мидер. Реально, очень сильный мидер, поэтому, безусловно, идем на центральную линию. Курьеры, я думаю, за нас купят, в принципе. Ну, я, по крайней мере, на это надеюсь, потому что, типа, такое, типа, такое. Ну, если не купят, ничего страшного, возьмем туда и сами купим, вернемся на базу и купим, потому что, ну, тиммейты могут не купить, реально. Есть такая сложность. В плане раскачивания, сейчас посмотрим, что будем качать, потому что все в доте качается вариативно. Ну, тут, смотрите, у нас тут два контурпика уже, в принципе, и Сайленс есть тут у нас, смотрите, и Сайленс есть, и Стан, и Лина это вообще не любит. Лина любит, знаете, что Лина любит? Лина любит вату. Вату. Чтобы быстренько ваншотить. Раз ваншот, два ваншот, три ваншота можно делать будет. Но сейчас посмотрим, посмотрим. О, еще и Сларка берут. Ну, очень, довольно-таки, будет, наверное, интересная, ребят, игра, и по кайфу. По кайфу. Куру купите, а то мне не хватило, напишем. А то мне не хватило. Горги на лес, горги. Горгона. Так, ну, два АФК, ничего страшного. Но у них там пик посерьезе, на самом деле, плюс палка, палка очень сильно контрит ли. Ну, ребят, есть такая особенность, что, если у меня не будет хватать хитпоинтов, чтобы остаться в живых, и при этом я попытаюсь заюзать ультимейт. У меня Лина просто попытается его кастануть и, соответственно, умрет. Умрет. И никакого демиджа она не нанесет. Нет, не дам мид. Я не рак. Так, ребят, ну, если тут одна тракса будет, у нее сапог. Но вроде никого больше нету. А, не, пугна и ставит палку еще, соответственно. Просто, да, погоняем. Я не хочу, если честно. Если пугна пойдет в мид, это очень хорошо. Берут у нас курьера, тут парень, который шарит. Ребят, играем в 83-ю карту. Напоминаю, потому что на 83-й карте Лина намного сильнее у нее. Аганим тут хороший, в принципе, как и на 85-й карте. На 85-й карте у нее на 100 чистого демоша меньше. И, соответственно, у нас тут Сларк на миде. Но не могли, если честно, наверное... Блин, у меня так нос чешется, но я не пью. Не могли, наверное, кого-то другого поставить на мид, серьезно. Но Сларк на миде тут, в принципе, Вейслины вообще шансов нет. Так, ну это плохо. Это плохо. Увратительный станд. Вот так вот. По ластхиту, конечно, да, тяжело, потому что первая игра, разыгровка, всегда так, ребят. Пишу гайды, гайды обычно неразогретым, поэтому сильно не судите. Ребята уже знают, если я захожу соло, то значит, у меня там по-любому гайд какой-нибудь кипит. Мне комбутер Аслан передает приветик и желает удачи в данном гайде. Но я думаю, тут в принципе будет хорошо. Есть особенность, ребят, у Лины на счет третьего спела. Третий спел у нее не работает в БКБ. Еще парень желает. Спасибо, ребят, вам отлично. Большое, но в игре я стараюсь никому не отвечать и нужно будет нам сейчас так, ну нет, ну тогда похарасим немножко. Ребят, в приоритете гайды, гайды, гайды. Все начинают заходить, писать гайды, гайды, гайды. Все, есть у нас левел, соответственно, сейчас будем уже харасить конкретно. Даже можно вот так сделать, чтобы добить и нужно выходить в ботл. И третий на раз, соответственно, и потом первый по раскачке. Все просто. Максимум, максимум уходит у нас в Dragon Slave, так как этот спел позволяет нам отлично, отлично убивать и в общем-то жестко харасить. Так, ну какая-то активная руна на топе была, есть ботл, все. Сларк пошел вниз, но он понимает, что ему тут делать на линии нечего, я не знаю, почему он не пошел к угна на линию. Если честно, ребят, просто сейчас подпушим линию, стараемся побежать в лесок стакнуть себе. Но без сапога, конечно, такое себе. Такое себе. Но попробуем все равно пробежаться. давно не играл на 83-й карте. В принципе, можно будет тут через лес стакнуть и вернуться. Вернуться на линию. Надеюсь, там никакие големы не будут. Так, ну и возвращаемся на базу. Ой, на базу, на мидлейн. Ну да, в принципе, мидлейн, база, одно и то же значение. Даем стан. Просто понапрягаем немного Сларка. Пора бы уже, как бы. Немного отхилились. Сейчас возьмем сапожок. Поддерживаем стак. Можно будет сейчас на пятом левеле убить, в принципе, Сларка тут. Даже не дожидаясь шестого. Хорошо. Ему стоит только подойти, там пару тычек. Парас хороший у нас. Хороший Харас. В принципе, он на миде ничего не видит. Но ждем их роумеров. Два на низу, два на топе в принципе стоят. Ребят, что я обычно собираю этому персонажу? Я этому персонажу собираю фейзы, потому что на фейзах у нас плюс третий спелл. Получается очень много мавометспида, но потом в лейтгейминге соответственно же менять. Так, ну рьюзнали Куру. Рьюзнали Куру. Гоу вот так вот сделаем. Пробежимся. Рьюзнали. Айнвиз. Найс. Ну я тут без руны остаюсь, Куру мне не дали, соответственно, рьюзнали. Рьюзнали. Ну пока очень пассивно. Стэнус Ларк тоже не сильно хочет подходить, не ошибается, парень. Вот так вот сделаем. Кликает якобы ты дурачок, зачем ты так Куру ведешь? Ну так блин, ребят, вы рьюзнали у меня Куру, как мне ее вести. Так, ну вот он, Сларк наш, вылазит. Шестой левел скоро у него будет. Вместе с крипами под харасси. Думаю выйти в еще один нуль талисман. Ну не знаю, будет ли толк. Ну оставили просто без руны, я по мане просел. Соответственно. По мане я соответственно просел. Делает ФБ на топе изи. Да-да-да-да-да, больше кликов. Я виноват, и я виноват, что его там убили. Куры не дают, так я мидер, я в приоритете и то я, у меня рьюзнали. Я рьюзнали. Люблю, когда в чате пишут, говорит, что мне нужно делать на линии. Гангай! То я не знаю, что мне нужно гангать. Но сначала, конечно, закуп. Все, забрали. Кура? Ну ладно, я понял. Дегенераты тотальные. Ничего страшного. Руну надо забрать, ребят, что там, шестой левел сейчас будет у Сларка. Сларк, кстати, на 83-й карте очень сильный персонаж. Надо я сразу написать, чтобы мне никакой дегенерат не портил настроение, ребят, своими тупыми мувами и говорить, что делать, надо, что не надо делать. так, есть у нас дабл-демедж, очень хорошая руна. И, наверное, ну не знаю, гоу, на Б сходим, но сначала седьмой апнем, апнем седьмой левел и сходим на Б. Сходим на Б. Седьмой левел и на базу. Многие спрашивают, зачем вот так вот выкладываешь айтемы? Неужели хочешь потеряться? Нет, ребят, на самом деле это делается для того, чтобы снизить свой монопул. Как же мы больно. Снизить свой монопул и, соответственно, чем меньше у нас маны, смотрите, вот допустим, у нас 598, так и 676. Чем меньше у нас вот это большое значение, тем, соответственно, у нас больше восстановится с ботла. Берем себе куру сразу, потому что эти дурочки такие. Такие дурочки. Очень страшно. Бывает. И агрессия, вот это главное, ангрессия. Надо писать, что мне делать. Это обязаловка, ребят, на таких ПТСах, как я тут зашел, 3-4К, то есть это нормально. Это нормально. Сколько там хитпоинтов. Можно сразу зарядиться, в принципе. Но я вот думаю, топ я не смогу гангануть с инвокером. Чем мне сможет инвокер помочь? Инвокер мне абсолютно ничем не сможет помочь, если... если я сделаю туда тп, ну посмотрим. Сейчас пробежимся на стрейфе. Как раз забрали тут кату. Ну, просто не доставлен. Еще, еще, еще покликай. О, моноберны пошли. Найс. Вот это контрпик называется. Называется контрпик. Называется контрпик. Все, я дальше не пойду. Не вижу смысла. Называется контрпик. Так вот сделаем. Хорошо. Не вижу абсолютно смысла было приходить к инвокеру. Инвокер ни одной кнопки не нажмет это 100%. Поэтому, ребят, стойте, фармите. 83-я карта для фарма. Если у вас тиммейты дурачки, которые кликают тупо по карте. Мидер, где ганг? Когда сами вообще ничего не могут нажать, то, к сожалению, это по-другому тут никак. По-другому тут никак. Ну, будем в лейтгейминге походу разговаривать. Но очень пассивно стоится как-то. Очень пассивно. Рук пришел на мидлейн. Ну, сразу это понятно. Все это история. Гоу. Я пойду Ниста допылесосить. Если на низу два слабых персонажа, это хорошо. Поставили варды себе. О, там у нас вон лоха пован. Ну, у нас тут Тинни с Инвизом. Ой-ой-ой. Ну, гоу. Немного ускоримся. Ну, он сейчас убьет ее. Ну, вот это плохо. Я зря просто так иду, можно сказать. Я просто так иду. О, боже. Ладно, не будем жопиться, иначе заберет у нас Тинни этот фраг. А нам фраги по-любому нужны. По-другому никак, ребята. Так, гоу. Вот здесь вот. Ой, куда ты идешь? Ну, стак прогулял. Стак я сейчас прогулял свой. Ну, вот так вот контрится у нас на 83-й карте. Я с 83-й карты ушел. Во-первых, задержки вот эти бестолковые. И так, ну нет, я туда не пойду. Маны нет, ничего нет. Задержка вот этой бестолковой вообще абсолютно неинтересная. Плюс геймплей совсем другой. Уже просто непривычно. Просто непривычно. Нужно тупо стоять, фармить, и ничего больше не делать. В принципе, по крипстату у меня хорошо, а я виноват. Опять, ребят, смотри, я виноват. Ну, очень сильно негатив идет с команды, поэтому вообще я чат выключил, и я не жалею, что чат выключил. Да, я виноват. У инвокера я там виноват, у всех я виноват. Ну, ребят, как правило, мидер, у всех дурачков мидер будет всегда виноват. Это нормально. Это нормально. Рубь, конечно, будет очень сильно напрягать. Побежали на мид. Еще ни одну лагуну я ни в кого не дал. Это плохо. И это плохо, ребята. Так, есть там какая-то руна у нас. Сларк у нас по лесу бегает. Легион Лохпул. И можно, в принципе, попробовать убить, но у него там 800 хитпоинтов. 800 хитпоинтов. Возвращаемся на центр. Просто банально тупо. Но я даже на самом деле рад, что мы так, ну, как бы вроде проигрываем, потому что будет интересно это камбетчить с дурачками. Дурачками будет это интересно камбетчить. Я тут умру. Тут вообще без вариантов. Тут палка стоит. Сларк со спины зашел, но, честно, не видел по карте его. Честно, не видел его по карте. Ну, будем играть. Будем играть. Пугна, молодец, скачает третий. Вот это я понимаю, конечно. Через третий спейл это по кайфу. Через третий спейл это по кайфу. Траксу не вижу, к сожалению. Хотя тракса ези цель вообще для меня. Пугна у нас тупо занимается пушем. Молодец, соображающий Пугна. Что нужно делать? Лоу хп тут. А, ну тут дуэль просто будет. Вот так вот. Тпшку. Ой, какой драгонслейв. Я тут убиваю. Любой вариации. То есть, первая катка, как обычно, разогрев. Сейчас кто-нибудь по-любому после такого драгонслейва напишет. Рак! Ничего страшного. Я видел, что он там идет. Плевать на него вообще. Этого сларка. Есть у меня. Мотивная. Сларк там остался. Он пошел за руной, соответственно. Так, ну есть. На топе руна. Нужно идти на топ. Тащим себе. Став. Тащим став и поехала. Огр жирный. Сколько у нас курьеров уже? Три курьера уже. Это хорошо. Вон тени там тосает. Вон лакер просто стал в АФК, походу. Но плохо. На самом деле у меня один слот будет забит гемом. Сларк на хосте. Сколько у меня там до лагуны? А, 83-я. Сори. Не покажет, сколько до лагуны осталось. Плохо. Ночью, блин, сларка тоже особо не поймать. И с комбинацией я, наверное, его не солью. Хотя. Четыре секунды до ультимативной. Можно попробовать, если он сюда пойдет. Я, в принципе, его солью. Нет, ну не идет сюда, да? Печалька. Печалька. Может, пойдет. Будем ждать. Подождем чуть, потому что... Ну, дыруб тоже, смотрите, идет в догон. Очень напряжно будет. Сларк у нас. Бежал в лес, но не с той стороны. Но я почему стою и жду с хайграунда? Потому что у меня преимущество. Он ночью, он изи меня видит. То есть у него ночью обзор как днем. У меня ночью обзор как ночью. То есть, ну, есть такие минусы. Сюда сейчас будет... Ага, найс. Очень плохо я иду. Попробую быстренько забрать. Хорошо. Сларк там через Т-шку просто идет. Попробуем. Подблочим немножко, типа. Хорошо. Пойдет. Ну, могло быть на самом деле, ребят, лучше. Но куда еще лучше, в принципе. Возьмем опсис-энтри. Жалко, что, конечно, в один инвентарь она у нас сейчас упадет. То есть, у нас будет сейчас уйма забитых слотов. Но у нас есть еще курьеры. Это очень хорошо. Но миссы, видите, миссы с танами. Но это, ребят, я грешу чисто на первая игра. Она всегда разыгровочная. Поэтому такие миссы даю очень сильные. Но это норма. Просто это норма, ребят. Это нужно принять как должно. Если у вас вроде что-то не получается, то это ничего страшного. Это ничего страшного. Вообще ничего страшного, ребят. Так, и... Что у нас еще? Жалко, что я не добиваю. Бежали на низ просто. Так, вот сколько там варды можно, в принципе, обновить. Один вард поставить в лес. Ставим вот сюда. Агрессивный вард. Плюс сэнтри. Ставим. Хорошо. Что там у нас на низу? Огры лохоповые, да? И у на пятерочку. Где у нас Огр? Огр. Огры не вижу. А, вон он Огр. Хочу Огры на самом деле. Эх, да шо ж так мне не везет банально. Да меня сейчас тут просто запенетрирует. Пфффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффффф Конечно, он пойдет так. Соответственно, тут Лойстан. Но он пошел туда. Ладно, ничего страшного. Ничего страшного. Есть там догоны. Но не стоило мне туда идти. Надо было попытаться убить Траксу и все. Ну, я хотел Огра просто убить ультимативно и уйти, в принципе. Все банально и просто. Но, как видите, нет. Не удалось. Ну, на ошибках, на самом деле, ребята, игра очень сильно меняет позиционку. Так, инвокер у нас просто стал АФК, да? Хотя нет, он просто стоит. Собирает догон, наверное, я не знаю. И, ну, плевать, в принципе. Плевать, даже интереснее будет. Даже будет интереснее. Точнулся. Даже интереснее будет. Я пошел на центральную. Я пошел на центральную. Сейчас Ларк там сделает себе лотар. Будет неприятно, конечно. Ну, там еще и... С догоном у нас на руб, если что. А это тоже немаловажно. Неруб ведь это вообще машина по убийству Лины. В принципе. Да, Неруб, он выехал уже. Смотрите. Неруб выехал. Ну, это норма. Не знаю, есть ли у него карапас. Неруба. Плохо повы тавер. Ну, я боюсь, я там просто не успею. Что за говно? Хотел за вас хитить. Ага. Найс. Понял. Надо через шифт это дело делать. Понял. Надо это делать через шифт. Но все равно добивай тавер, но мог еще убить и пацана на Нерубе. Очень страшно. Понял. Можно мне вот эту тему. Это иллюзия вроде не. В принципе, я не сомневался, что это иллюзия. Не знаю, как я буду драться под палкой, конечно, но это жестко, ребята. Это жестко. Под палкой я не знаю, как я буду драться. Так, говно Руба найдем. Там есть карапас. Но мне, в принципе, карапас не страшен уже. В принципе, не страшен. Карапас не страшен. Был на топ. Легион тут, наверное, кстати, зафарм у Маида. Что-то я там и пытался стакнуть. Нет? Ну, конечно, там крипов уже нет. Там уже крипов нет. И, опять же, это не страшен. Когда ты не знаешь, что это не страшно. Если ты не знаешь, что это не страшно. Он, ну, и сошел просто, а не остался тут. Да, конечно. Ладно, я понял. Я виноват, да? Легион. Ну, в принципе, надо было тогда Легиона с Лотаром ждать. Я думал, сейчас там еще КД, потому что он только, только, только нажимал. Ну, быстро от КД шлезь. Ладно. Ладно, мой фейл. Вот это я признаю. Что тут мой, безусловно, фейл. Что чел просто ушел в Лотар, хотя... Легомок. Так, где палка? Палку найти и обеззреть. Пожалуйста, не души на меня. Ну, тут тени жопу подсейвил, на самом деле. Это палка, боже. Я ничего не могу сделать из-за этой палки. И разбить ее тоже не успел. Без палки никуда. Так, пишем ДНД. Потому что уже начинает напрягать чатик. Сегодня без стрима играешь. Когда я играл без стрима, ребят? Серьезно. Вот такие вопросы, я, конечно, вообще не понимаю. Когда я играл без стрима? Я без стрима. Если играю, то могу поиграть тупо ЛТД. Больше другие карты не вижу смысла играть без стрима. ДОТА без стрима. Пусть ребята дерутся там. Все глупо. Хорошо. Ну, не знаю. Придется, наверное, нулик продать. Нулик продать. На Персеверанс. Зачем-то. Не понял, зачем. Но и Солнце, посмотрите. У нас тут просто курьерная. База курьеров. На Б. На Б, то есть на низ, на ботом. Побежали. Мы поддерживаем стак. И хочу пугнуть убить. Там 700 хитпоинтов. Просто изи тут. Выйдет все это тема. Бежим. Палку хочет поставить. Палку не успел поставить. Вот и все. Нету скелетика. Без палки, так сказать, вообще у него шансов нету там. Руб тут. Будет у нас уже аганим. Это будет хорошо. Далее будем выходить в даггер. 100 грамм будет поприкольно. У меня маны нету, братан. Все равно убью. Ну, контрпик помойный. Молодец. Помойный контрпик. Ну, я специально сливал ману, зная, что он по-любому вернется сюда, найдет меня, увидел вот тут вот Драгон Слайв, скорее всего, с горы слетел и все. И возвращается, убивает. Ну, изи. Изи. Изи, ребят. На самом деле это все изи. Контрпик. И все, и поехала. Контрпик и поехала. Ничего сложного вообще нет. Вообще ничего сложного. Что, я там топ фидер? Ну, конечно же, топ фидер. Топ фидер. Найс. Классно. Та-та-та-та-таран. Хорошо, поехали. Долгий респаун. Опять сейчас нужно будет заварнить всю карту для своих тиммейтов. хотя я вообще это не должен делать у нас но нас тупой тупейший пик один десник инвокер бестолковый садилайна и дуза в хардлайне которые стоят непонимающий непонимающий называется и строкату заберу и уйду отсюда или можно еще остаться и сдохнуть капитация нужно ребят с интригов много и у нас сейчас будет уже ультимативная улучшенная ультимативная улучшенная так ребят ну смотрим сколько у нас там контр пиков раз два ну в принципе тракса может накидывать silence тоже silence это очень мощно моего персонажа это очень неприятно засушил пацана варды расставим пока у меня есть возможность у меня есть пустой слот огар тоже принципе неприятный персонаж для лины есть дают у нас какие-то кнопки инвокер не попадая как обычно драгонслей вам но тут принципе с руки попадаю драгонслей вам не знаю очень сложно очень сложно попадать на этом герои кнопками скажите вы нет между прочим могу вам смело заявить что это у меня сигнатура и я видите как хреново ты игру но в топ тбш как постоянно разваливал не покупая всякие парды прочую шляпу и принципе намного быстрее все одевается это ну и не считая того что контрпики принципе так что ребят все норм не переживай регенерация ну я не знаю не хочу ему давать честно руку заберем изли в принципе в амарке стоит типа совара шан меня не бил бы не мы она видите по дабл дэмиджам royalty Unpd падает на ура тупо станка стойше все и prolx третий спал и если же пью пожалуйста хорошо хорошо он свою как могу а снова арт стоит на руне понятно пиратан умираешь вот сюда дайвер купим и пожалуйста а vision стоит этой так понятно они не просто так сюда пришли и в принципе бывает и мне даггер и мне даггер а мне тут смерть всегда споркасты будет хорошо и она даже не хочет ничего давать на тени помойка специально ну я не поверю что он не мог ничего сделать просто он специально у него это это просто негатив самого начала игры молодец ничего не нажал просто негатив самого начала игры называется но я сам принципе виноват ладно я виновата что я так выхожу вообще есть что ли ничего не делать просто ставить афк когда у меня есть тени и легион непонятно реально непонятно вот чё ты стоишь в инвизи нажми солу рим за косту и глупый просто вот из-за него все вот это говно он ничего не нажал когда нужно вот и жалко очень жалко ребят еще и с лотаром еще это конечно да ладно нам завар вот эту агрессивную точку и вот эту и пытаться души чё там топ фидер на карте на дуза догоняет они ну топ фидер о чем ливнул что ли я просто пишу какой смысл играть про в четверых хочу играть против четверых неужели так будет интересно вообще не интересно ни одной игры без ливера ни одной игры без ливера сладку сразу лотар подарили с ливера счетом колбаса ли верность такое то есть это не уже не интересно сейчас возьму кем вместо дастов и попроще хорошо успел и остаток забодрить свой грабак горошо а гол гол а а в ультимативный там уже залетела хорошо ну я рад что дуза ливнул в самом деле дуза если ливнула это хорошо пока где ныру где ныру краешком зацепим чтобы она нас сильно не увидела хорошо чего дота что ли ты шо водота что ли ехали далее проверим тут есть в арт или нет ладно понял понял так там что собирать ребят спросите тут вариативность такая что зависит от игры можно и бурезу собрать серьезно я собирал реально в настоящих сильных играх собирал бурезу это жестко прокатывает потому что с бурезой можно жестко душить но тут у нас проблем у нас тут ныруб соответственно от ныруба моноберна хотя бы от его одного и одного его моноберна который будет наносить 600 чистого дэмэджа то приходится собирать линк соответственно next item у нас линка далее bkb возможно я не знаю посмотрим по предметам уже сларк 1000 хиппоинтов лотар персеверанс персеверанс я не знаю какого левела у игра по его игра вот эти пацаны меня сейчас хотят зажучить хотят зажучить надо убегать у меня 522 муспида а если я забыл что-то не 85 карта лагуну юзать я не буду уже тут печально выглядит конечно это вся история ему главное не уйти в анвижен хорошо взяли гем расконтрили шо шо ехала предлагаю зайти рампу в чем изи ой как же непривычно с 85 на 83 ребята потому что на 83 крипы рисуются сразу здесь закон трена у нее нет ни карапаса места нам вообще ничего не в состоянии сделать вот и у все в принципе все и весь геймплей хорошо кушать просто и все надо уходить отсюда все бежать просто просто бежать тут не нужно ничего делать не забыл барбаш на базе бэкбэк пальцы хорошо хорошо просто задушили и кажется тут конечно все на проснулась скучно стало есть отлично если пуль на руку был бы даггер это было бы жопа серьезно алхимик это антимаг так есть есть как будто знаете пытается научиться петь у него не получается потому что он собака шарик что ж ты ловишь на меня почему я хуже бежать без маны постоянно а ладно пофиг моя задача сейчас тупо закушать она реген плевать вообще на него главное стаки ходить хожу стаки все нет 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 Хорошо, ну Огр будет прыгать, надо отскакивать Главное пушить просто и всё Просто запушено это называется Дальше можно Меня хочет выкинуть? Да нет, странно Гоу на Б, купим Трвала и перелетим обратно Найс, катка Купим Трвала и полетели Монетка Монетка Побежали на базу, на базу побежали, молодой Молодой Хорошо Ну разогревочная катка на линии первая, в принципе, пойдет Некстом, еще одну, пойдем к аточку Но это будет в конце Игра скорее всего стоять, потому что это игра менее удачная, очень много мясов и прочей всякой хрени Соответственно Да, вот про это я только что говорил Соответственно Не очень Поэтому Игра не очень реально Что-то там какие-то камбэки есть, но игра не очень реально Некрасивая игра Вообще не красивая Что-то там Какая хорошая идея Ну в теории все просто В теории все просто В теории все просто Гайд на лину давай Где гайд на лину Ты дурачок Лина самый простой персонаж в доте Один из самых простых Одну кнопку нажимаешь и все Братан Стоям У меня был даггер я Пренеблинка Но не хочу в карапас его юзать Ну стану окей Дальше что у меня есть еще линка Палку поставили это плохо Ну вот прыгаем от палки можно спокойно ультануть уже Прыгаем от палки можно спокойно ультануть уже Спокойно ультовать И все Просто ломаем трончик ГГшка Ох уж эта палка как же она пылесосит Жесть Напугну тоже могу гайд изи сделать Очень жесткий персонаж Реально против магов Тоже очень сильно заходит ребят Но это будет катка по любому стоять после После первой катки которая будет Будет до того как вы посмотрели уже По-нух Коману Борус Борус